Всем привет! Сегодня мы находимся в отеле Кантари Бич Каулак. И давайте немного по нему прогуляемся. Я расскажу про сам отель, а также про разные полезные фишки. То есть здесь у нас рецепшен, куда вас всех привозят. Слева, кстати, есть тренажерка. Вот именно отсюда, но есть еще по тайной сзади. То есть вот этот круг большой, видите, вон микроавтобус ездит. То есть сюда трансферы все приезжают и так далее. Справа вот есть парковка. Она все время была пустая, но я не знаю, сейчас ноябрь, поэтому может народу и немного. Нам в принципе сказали, что сейчас только начало сезона. Так что достаточно интересная погода, скажем так. Кстати, отель сам находится примерно в 10 минутах езды от того, что называется Каулак. То есть только родишко там с этими рынками и так далее. И примерно 10 минут ехать, может 15. И где-то 100 бат на одного человека в одну сторону он стоит. Кстати, видите, вот поехала вдалеке машинка. Всегда можете попросить персонала вас подвезти, если что. Так, справа начались корпуса зданий. То есть они идут А, Б, Ц, Д, Е и так далее. Сейчас я немножко загляну в сторонку, покажу вам заднюю часть рецепшена. Тут как раз по правой стороне будет виден фуллбар. С лежаками там, туалетами и так далее. А вот по левую часть скоро будет видно тренажерку. Народа, как вы видите, очень мало. Ну, наверное, потому что начало сезона, то есть ноябрь. Нам сказали, что нам реально повезло, типа, и так далее. Так, а вот сама тренажерка. То есть есть групповой зал и дополнительный зал с машинами. Машин немного, может, штук 10 буквально. Ну, в принципе, хватает. Групповая часть, там прилично, человек здесь поместится. И, кстати, есть классные групповые занятия, например, там йога по средам. Очень советую, там реально классный тренер. Я у нас дома такого не встречал. Так, ну что, пройдемся дальше. То есть вот это основная часть, которая идет ко всем номерам, биллам, ресторанам, пляжей и так далее. То есть, ну, основная дорога. То есть вот по левую часть, вот видите, здесь туалеты сбоку есть, магазинчик, супермаркет. Кстати, недешевый, но если что-то очень надо, то, конечно, придется туда забежать. Но там выбор, на самом деле, тоже очень даже маловатый. И вот здесь вот слева есть еще у нас банкомат. Он берет вроде 220 бат за снятие. Ну, мы походили по городу, посмотрели, остальные тоже берут столько же за снятие. Не знаю, может, где-то есть лучше. Тут еще есть, можно себе платье шить рядом, стиралка и так далее. Вот, смотрите, так вот выглядят корпуса. То есть они по три или по четыре этажа. Слева виллы, скоро начнутся. Кстати, детская площадка. Интересно, в описании написано, что отель для взрослых, однако и детская площадка. Ну, хотя и детей вообще не видел. Ну, не помню, по крайней мере. Кстати, касательно трансфера. Десять минут где-то до рынка и все-таки где-то минут 15 до города Каулак. И надо его бронировать на рецепшене заранее. Потому что там места где-то на человек 8 вроде бы. Иногда они, конечно, побольше такой автобусе впускают. И он достаточно рано едет назад. Вроде в 8 или 9 вечера. Так что, если хочется остаться, то надо уже, скорее всего, на такси добираться. Оно где-то по 250-300 бат на машину. Так, продолжаем идти. То есть, вот начались слева виллы. Такие очень похожие все друг на друга. Тут, кстати, мусорки. Если ходить выбрасывать мусор. То есть, между вилл тоже можно пойти погулять. Вот слева все эти всякие дорожки. Но, честно говоря, там, по-моему, ничего интересного. Ну, так с вечерком пройтись. Кстати, очень много на территории этой жирности. Там ящерицы всякие. И мелкие, и побольше. И вот эти, какие-то, пустарные, или как-нибудь там называется, дворовые с такими хвостами. Кстати, варанок еще маленьких видел. Так, вот сейчас мы проходим справа блок А. Это он, который самый ближайший уже ко всем ресторанчикам и так далее. И скоро я вам покажу и ресторанчики, и пляжи. Кстати, касательно такси, то вам могут помочь вызвать, как на ресепшене, а также можно и самим прогуляться. То есть, налево и направо по пляжу тут куча ресторанов, там, налево штуки 3, направо штуки 3. И возле каждого из них стоит, в принципе, по такси. Ну, такси уехать и тук-туки, пикапы. То есть, вы, собственно говоря, будете идти в прицепе. Ну, в принципе, достаточно быстро привыкаешь и с ветерком. Мы тут машину никакую не снимали, и никакой мопед тоже не снимали ничего. То есть, решили так лучше на такси добираться. Безопаснее будет. То есть, вот, собственно говоря, и начинаются зоны с ресторанами. Там вдалеке один, Талякард. А вот здесь вот основное здание. Здесь вот и завтраки, и буфеты, и так далее. Сейчас покажу, подойдем. То есть, вот, написано, что будет. 690 бат за буфет, если на месте его покупать. Будут всякие программы, написано, что будет. Тут, кстати, вот справа, все что можно оплачивать, бронировать себе массажи, и там, всякие другие еще активитеты, так сказать. То есть, вот такое вот основное здание. Вот тут, собственно говоря, завтраки. А рядом находится домик со спортами. Много чего бесплатного. Ну, конечно, все, что связано с лодками и так далее, стоит, но немного. А так, есть, конечно, волейбольные сетки, мячики. Короче, много всего есть. То есть, вот, собственно говоря, большая полянка, где бывает устраивает кить вечера, вечера, там, с музыкой или еще с кинуть активитетами. Кстати, вон, теннисный стол вдалеке, волейбольная сетка, и вон, будки с массажами. То есть, массаж вроде от 500 бат и выше стоит. В принципе, если прогуляться по пляжу, налево и направо, там тоже делать массажи, и, в принципе, цена такая же. Там плюс-минус 50 или 100 можно найти ради что. Так, сейчас подойду ко второму бассейну. То есть, один был полбар этого, то есть, бассейн с баром. А вот здесь бассейн уже поближе к морю. Здесь глубина вроде бы от 20 сантиметров до 1.7 метра. Ну, то есть, в принципе, дети могут влезти и даже нырять вроде бы нельзя, но можно хотя бы прыгнуть. Так, сейчас пройдемся. Как видите, много лежаков, то есть, вот лежаки есть под пальмами, есть такие вот специальные как бы будки. Ну, конечно, эти будки уже с утра быстро занимают. Ну, а так найти лежаки, в принципе, в другом месте никогда не было проблемой. Мы их, кстати, вот так вот ближе к пляжу вытаскиваем. Видно, вот справа тоже люди вытащили. Намного приятнее на песочке. Кстати, касательно пляжа, он здесь, конечно, очень классный. Это тот самый White Sand Beach. Направо, вот налево, это Coconut Beach. То есть, это два очень популярных пляжа. Сюда прям туристов привозят, чтобы они посмотрели, что здесь и как. И вот если по им, кстати, пойти по этим пляжам в ту сторону, то еще можно прийти в ресторанчик и взять, где там можно на месте покушать. У их есть тейковые, то есть можно с собой на вынос взять. Цены в ресторанчиках за блюда где-то, ну, от 100 бат за вот эти всякие вермишели и выше, где-то вроде Паттайи, там 120 или 140 где-то стоит. В ценах разница особо не видел, где-то чуть больше, где-то чуть меньше. А порции тоже где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Ну, там всякие есть. В принципе, блюда очень похожи. Есть, конечно, и так, и более европейские привычные там рыба, мясо и так далее. Сейчас еще немножко прогуляемся. Я подойду поближе к этому ресторану, еще пройду, посмотрю, что здесь есть. Кстати, вот сцена для музыки, то есть достаточно приятная музыка иногда играет, ну, то есть живая музыка. Здесь вот справа на территории иногда выставляют буфет такой снаружи приятники, то есть и музычка, и буфет ходишь, набираешь. Но вот так в основном вся еда вот в этом основном помещении. Внутри вот здесь вот берутся те же завтраки, то есть не такое же большое помещение, но достаточно привычное, как всегда там яйца, жареные сосиски и тому подобное. Ради что, еще они на завтраки дают и свои-то эти тайские всякие вермишели там с мясом, то есть в принципе можно и даже пообедать, так сказать, на завтрак. Это значит, что такое плотное получается. Так, сейчас пройдусь по заднему двору, так сказать. Тут есть еще дополнительная дорога, которая ведет к другим виллам, и за забором тут прямо какие-то джунгли. Не знаю, я один раз видел там кто-то плавать, то ли я не знаю, что там. То ли какое-то животное, то ли что это там плыло. Ну, как видите, тут прямо забор стоит, но дальше можно вообще выйти посмотреть. Сейчас подойду к забору покажу. Там реально джунгли-джунгли. Очень так интересно. Кстати, вокруг и отели, в принципе, ничего, кроме парочки других отелей нету, так что никуда особо так не выйдешь погулять. Плюс, конечно, комары вот эти всякие. Ну, мы, в принципе, ходили. Там, наверное, налево более интересная дорога, чем направо. Вот так, как говорю, 10 минут где-то до ближайшего города. Так, вот здесь еще один, так сказать, проход к морю, если не хочется идти по основной дороге. Еще виллы. Так, вот так вот джунгли выглядят. С лианами и со всем. То есть, реально, как в этих мультиках про Маугли. Кстати, очень приятные запахи. Очень советую гулять. По этой дорожке можно ходить в соседние ресторанчики. То есть, вот так выглядят виллы. Ну, небольшие. Там, можно сказать, одна комната в виде зала и одна спальня. Так, сейчас подойду ближе. Вот здесь уже забора нет. То есть, честно говоря, если вот хочется, вот там, скажем, после еды погулять, то советую вот по пляжу ходить налево или направо гулять. Заодно можно посмотреть на эти джунгли, на соседние отели, ресторанчики и так далее. Так, ну, туда я в джунгли не полезу. Что-то мне туда не очень хочется. Так, сейчас обойду эту территорию и выйду на пляж. Так, вот еще одни мусорки. Номера, кстати, убирают частенько и очень хорошо. Я сказал, реально стараются. То есть, очень приятно было. Еще и воду приносят. Я сейчас точно не помню. То ли одну бутылку, то ли две. Так, ну, сейчас вот здесь протиснусь и пройду на пляж, покажу. То есть, вот так вот будет вилла. Ну, свой такой полтанчик небольшой посидеть. Приятно, кстати. По-моему, все виллы были пустые, вот куда. Приехали, что тут не помню, что кто-то из этих вилл вообще где-то кто тут выжил. Ну, если хочется, то вот есть прямо возле моря. Так, вот видите. Достаточно приятно вот под пальмами полежать. Спрятаться от солнца. Только надо осторожнее, потому что на этих пальмах там какие-то и кокосы растут. И что там только не растет, все на голову упадет, будет больно. Так что, не ложитесь прямо под этими. Такими кокосами, наверное, вот так вот в стороне. И так вот выглядит море. Водичка очень теплая. То есть, честно говоря, мне было на суше попрохладнее, чем в воде. Так что я бегал в душ охладиться, а не в море. Потому что оно было очень теплое. Так, выглядит этот знаменитый White Sand Beach. Ну, песочек я бы не сказал, что есть реально белый. Такой желтенький. То есть, это видно даже, наверное, на видео. В реальности, конечно, чуть-чуть все-таки светлее, чем на видео. Но все равно достаточно такой светленький. И очень приятно на ощупь ходить. Классно. Кстати, очень прикольно ночью погулять, когда все эти крабы-отшельники вылазят и бегают по пляжу. В номерах висят специальные фонарики. Хочется по ночам гулять. И вот, вообще советую пройтись, посмотреть на этих всех крабов. Тут вообще очень много воде, живности всякой. Крабы есть. И всевозможные. Морские глусы иногда можно увидеть. Особенно, когда отливы случаются. Ну, вот и все, собственно говоря.